Ну да, есть, наверное, в каждом городе России есть свой Арбат. И в Одинцово есть такой же. Одинцово хороший город, Одинцово сейчас хорошо развивается. Так что, друзья, отправляясь в парк Ларисы Лазутиной, не забудьте взять с собой собаку все-таки. Ну не получается, ну и все тут. Скажи, а-а-а. Москва активно развивает свои границы. Все больше территории Московской области примыкают к столице России. Однако есть город, который поддерживает свою историю и уже более 12 лет сопротивляется поглощению Москвы. Всем привет! В этом ролике я, Виктор Шортс и наша Дарья ТикТок прогуляемся по областному центру, расположенному примерно в 30 километрах от центра столицы. Узнаем, хотят ли местные жители стать москвичами и, конечно, покажем интересные места города Одинцово. Поехали! Когда-то, в 14 веке, в необитаемой местности рядом с Москвой располагалось важное поместье, принадлежащее Андрею Ивановичу Одинцово. Прозвище Одинец было подарено ему великим князем Дмитрием Донским и несло в себе оттенки одиночества и понятия единственного сына. Уже в 1470 году появились первые упоминания о селе Одинцово, а в 1514 году, после присоединения Смоленска и его окрестностей к московскому княжеству, село оказалось на пути важной государственной дороги – Смоленского травма. В 1673 году поместье было продано боярину Артамону Матвееву, который попал в царскую отвалу и был отправлен в ссылку в далекий месяц. С этого момента село стало собственностью царя. В 1683 году по указу Петра I поселение вернулось в руки семьи Матвеева и перед ним в сыну Артамону. В конце XVII века в селе проживало всего 81 человек. Однако история села Одинцово получила новое вдохновение во времена правления Александра III, когда в селу была проведена железнодорожная речь. С этого момента село начало активно развиваться и превратилось в важный узел на пути к ронации Николая II. В 1957 году село было наделено статусом поселка, а уже в 1965 году – города. Но это только история, оставшаяся в прошлом. Сегодня Одинцово, став областным центром, привлекает внимание своими достопримечательностями, которые находятся не только в самом городе, но и в его окрестностях. Пять лет, всего пять лет я отсутствовал в своем городе. И как-то мне здесь не по себе. Огромное количество застройки. Фактически дом, 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 неба нет. Дышать, кажется, абсолютно нечем. Неужели московские джунгли приперлись и сюда? Эти каменные, непролазные, серные джунгли. А что домов было меньше? Ну, на моей памяти, да, такое ощущение, что домов было меньше. Реально, город очень сильно отстроился. А почему Одинцово не Москва? Вроде бы рядышком, а все-таки Московская область. Ну, это огромная целая история, сколько уже мэров хотели присоединить Одинцово к Москве. Или наоборот, Москва хотела поглотить Одинцово. Одинцово, как такой незаурядный воин, стоит на своем, не пускает сюда этих самых пресловутых москвичей. Пускай вот нам за МКАДом тут хорошо, а не пускай там прячутся за своим МКАДом. Ну что, давай погуляем по городу, посмотрим, что здесь изменилось, что здесь и как. И по возможности поспрашиваем людей, хотят ли они быть москвичами. Ну, вообще-то мы и так гуляем. Ну, а так, давай пошли, а почему нет? Ну что, куда пойдем? Ну, как всегда, начнем плясать от печки. То есть, идем в центр города. А там, куда занесет, туда занесет. С картой Тинькофф классно делать покупки, оплачивать рестораны, да и вообще путешествовать. Кэшбэк с Тинькофф Блэк приходит на все. Так что получайте карту по нашей ссылке в описании. Пользуйтесь. После первой покупки вы получите денежный подарок и месячное членство в нашем клубе спонсоров, где проходят различные акции и лотереи. Хочешь посетить Мексику за 100 рублей? Поддерживай спонсорство на нашем канале. И это станет реальностью. На моей памяти центр города Одинцово всегда выглядел одинаково. Центральная, небольшая площадь и административное здание, которое украшало город во времена СССР. Еще в детстве мы приходили сюда во времена празднования Нового года, Дня Победы и других праздников. А, ну вот честно, гуляя по Одинцовской площади, ну вот такое ощущение, что ну ничего не изменилось. И мужик в пиджаке тот же, и елочка все та же. Правда, елочек стало немножко побольше. И пушистее они стали. Это, конечно, ну природа всегда меняет свои краски. Ну а в общем, шутка, конечно, но все стоит по-старому. Никуда не девается. Что-то преображается, а что-то остается на прежнем месте. В Доме культуры всегда происходили праздничные мероприятия, разнообразные события. Ты мне говорил, что площадь у вас большая. По мне так самарская немного больше, чем ваша. Ну, я не знаю, спорить не буду. Конечно, самарская намного больше, чем Куйбышева. Но вот здесь, если посмотреть, да, здание администрации и, соответственно, дом культуры, который за спиной, они вообще вправо свидали. Ну а если честно, то вот эти вот вещи, которые, спортивные объекты, которые, на самом деле, расцвели детские площадки. Вот честно, это для меня ново. Ну и, кстати, пять лет назад детскую площадку такую огромную, чтобы для разных возрастов я не видал. С периода строительства волейбольного центра Искра спортивная и административная часть города преобразилась. Огромный волейбольный центр стал жемчужиной, которая привлекает приезжих со всей их страны. Всему ей виной достижение команды Заречья Одесса. Но волейбол – это не все виды спорта, которыми может похвастаться город. Футбольная команда поддержки сегодня покоряет российскую медиа-лигу. Для них реставрирован стадион и создались все условия для комфортного продвижения вперед. Быть может, футбольный клуб сможет в скором времени покорить и премьер-лигу. Помимо, на площади появился огромный ледовый дворец. Место, где по выходным можно покататься на коньках. А молодежь в нем легко приобретает навыки в области фигурного катания и хоккея. В Ледовом дворце проходят занятия разнообразных спортивных секций и готовятся новые русские чемпионы. К слову, толчком развития спорта стали достижения одинцовских спортсменов. А больше всего шума на международной арене наделала олимпийская чемпионка Лариса Лазоватина. Вместе с развитием спорта в город хлынул поток туризма. И центральная площадь города преобразилась. Появилась огромная детская площадка для деток различных возрастов. Здесь и полоса препятствий, и лабиринт, и просто место легкого детского отдыха. Реально здорово. А большое количество детских площадок появилось практически в каждом дворе. Пять лет назад такого, ну, если честно, не было. И детям фактически играть было негде. Вот где родители сделают, там, соответственно, детки играют. Или в детском саду. Ну, сейчас, вы смотрите, вот даже в центре города огромная площадка, спортивная площадка. И для маленьких, и для больших. Идешь, играешь, веселишься. Классика. Ну, а сейчас мы, находясь в центре города, подошли к одному из прохожих. Ну, и задаемся вопросы, которые собирались. Как вы считаете, нужно ли, чтобы Одинцова стала Москвой? Я считаю, не нужно. А почему? Одинцово хороший город. Одинцово сейчас хорошо развивается. В Одинцово достаточно поликлиник. В Одинцово вкладываются хорошие деньги. У нас достаточно работы. У нас много стало места отдыха. От того, что мы станем Москвой, ничего не изменится. Ну, а мне кажется, что станет только хуже. Да, скорее всего, станет хуже. Все-таки мегаполис, если сюда приползет, мы как стоим вот этой окаемленной дорогой от Москвы 20 лет, я думаю, так и будем стоять. Все-таки не раз голосовали против. Согласен. Здесь не нужна московская суета. В общем-то, куда-то идентичность потеряется Одинцовская. То есть, мы стали в Москву. Спасибо большое. Судяюсь. Проджек города облагородили и вычистили. И теперь подходы к нему можно смело назвать Одинцовской набережной. Маленькая, скромненькая, с черепахами с одной стороны и бегемотами с другой. В центре города находится олень и островок, где можно увидеть благородных животных. Из-за своего вида пруд называют баранкой, ведь он напоминает форму пченичного хлебца. Эй, фигуристы, мы дальше идем? Идем, 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 идем. А вот ты говорил, что Владиса Лазутина была одним из толчков развития спорта в городе Одинцово. Она здесь родилась? Ну нет, родилась она в Карелии. Но здесь она живет. И за счет того, что живет, она развивает и город, и спорт именно здесь. А чем она вообще популярна? В честь нее целый парк создали. Ты что, Ларису Лазутину не знаешь? Нет. Так это ж наша популярная лыжница, пятикратная олимпийская чемпионка. Она неоднократно защищала честь нашей страны на международной арене и на Олимпийских играх. А сейчас так вообще политический деятель. Ну пойдем на парк посмотрим, а потом в гугле почитаю, чем она так все-таки знаменита. Ну пошли, пошли. И куда после таких надписей нам ставить коляску? Ну а мы гуляем по городу Одинцово и заходим в один из самых больших парков в Московской области. В парк имени Ларисы Лазучиной. Этот спортивный парк, он предназначен как для спортсменов, так и для детей. И сейчас мы посмотрим, что в нем есть, что в нем интересного. И вообще, стоит ли сюда ходить? Парк Ларисы Лазучиной изначально назывался Березовая роща. Даже автобусная остановка такая была. В детстве мы приходили сюда погулять, а помимо заниматься спортом. Новый год – это часть города оживает. Ведь здесь до сих пор проходит новогодняя Манжасовская горка, где принимают участие профессиональные и непрофессиональные лыжники. Вот такая новогодняя забава. Ну первое, что бросается в глаза, это вот такое вот распределение. И здесь написано «Прогулочная трасса, скорее всего, это круг на 5 километров». И давайте посмотрим, кто может тут гулять. Вот может гулять человек. Можно кататься на человеках. Или кататься на собаках. Так что, друзья, отправляясь в парк Ларисы Лазучиной, не забудьте взять с собой собаку. Все-таки это тут тоже средство передвижения. На территории парка находится редкое для Московской области сосредоточение объектов исторического наследия. Здесь расположены уникальные славянские курганы захоронения 11-13 веков и селища 14-16 веков. Для меня данный парк – это огромный сюрприз. Еще когда-то в 90-х годах со своей бабочкой я приходил в этот парк под Новый год. И здесь проходила великолепная лыжная гонка, где участвовали не только мастера, которые постоянно катались на лыжах, но и сами мы ходили на лыжах. То есть, ходили в сторону Подушкина по этим самым длинным трассам. Ну, а сейчас здесь все сделано, ну, просто, так скажем, современно. И асфальтовые дороги, и тот самый зеленый лес. Ну, и парки разнообразные. Есть место, где посидеть, поразвлечься, перекусить и, может быть, даже согреться. Но сегодня здесь расположилось не только место спортивных достижений, но и точку отдыха местных жителей. Огромная детская площадка, силовые станки и прочие прелесть сделали парк ближе к посетителям. Веревочку держим, веревочку держим. Маленький тролль, ты где? Так, дальше, так. Так, так, так. И теперь вот так. Ура, мы чемпионы! Вот, еще бы сюда амфибии добавить, которые в Саважа носятся. Или, допустим, из Эксплора картинги. И будет вообще зашибись, то есть перемещаться по парку будет просто кайфом. Ну, а мы сейчас находимся в парке в местечке под названием Место силы. Здесь, ну, большое количество силовых станков, то есть можно привести свою фигуру в порядок. И даже если ты занимаешься подводным плаванием или просто гуляешь, фигура всегда должна быть в порядке. И всегда нужно поддерживать свою мышечную массу. Иначе, соответственно, вы болячками себя замучаете. Вот что на самом деле очень неприятно видеть, это когда такое большое количество сооружений, в том числе и спортивных, и народа практически нет. То есть никто этим не пользуется. Вот это очень, кстати, обидно, да? То есть вроде как администрация постаралась, создала определенные вещи, создала определенные инсталляции, а пользоваться ими практически никто не пользуется. То есть либо парк мало раскручен, либо, соответственно, просто никому не интересно сюда ходить. Но со стороны спорта парк однозначно подрос. Здесь можно заниматься бегом, кататься на роликах и, конечно, на лыжах. Все зависит от времени года. Две трассы в 3-6 километров выходят в подушкинский ремес и возвращаются обратно. Помимо, можно прогуляться по веревочному парку, который открылся в 2017 году. Ну что, пойдешь на веревки? Да блин, с удовольствием бы. Но почему-то они всегда закрывают в самый интересный момент. Сейчас самое время лазить по веревкам, прохладно же! Нереально, какая классная веревочная трасса. Очень напоминает парк Салаш в Мексике. Но здесь именно все природное. То есть можно перебираться, лазить, перепрыгивать. Ну, вообще классика. Ну, место прикольное. И я думаю, что надо бы сюда на Новый год прийти, посмотреть, что здесь. Можосовская гонка с чемпионами вроде как. Ну, может быть, вы-то и придете, но без меня. Ну, а вообще, честно, вот не один парк уже в России посетили. Парки делают обалденные. То есть они доступны, бесплатны. Можно гулять, можно заниматься спортом, можно, соответственно, на лыжах кататься. Да все, что угодно. Только вот в России не хватает одного. Все хотят получать деньги, но не делают никакой рекламы. Они себя не продают. Почему? Непонятно. Зачем что-либо создавать, если вы не делаете рекламу и не показываете эти классные места? Ну, что, в парке-то, конечно, хорошо, прохладно немножко. Пойдем, может, на Одинцовский Арбат сходим? А что, здесь есть такой? Ну, да, есть. Наверное, в каждом городе России есть свой Арбат. И в Одинцово есть такой же. Ну, пошли, посмотрим, что у вас за Арбат. Ну, а вот, если честно, то парк Ларис Лазучин и тот, по которому мы сейчас гуляли, можно сравнить с парком Кабах в городе Каун-Конг. Так же спокойно, так же для спорта просто побегать. Но в парке Кабах народу много, а здесь как будто мышь повесилась. Ну, не получается, ну и все тут. Скажи, а-а-а-а. Современный Одинцовский Арбат уже таковым не является. Просто рыночная привокзальная площадь, возглавляемая торговым центром Одинцовская подруга. В 2001 году этот комплекс был построен на месте вокзалного рынка и объединил в себе множество торговых лавров. От круассана до баклажан – современный девиз-комплекс. Ведь торговый центр распланирован по уникальному формату. Он совмещает в себе классический торговый центр со множеством магазинов одежды и обе. А также площадка для реализации продуктов питания. Руки, а что же цены какие дорогие? Не, ну это москвичи сюда приезжают, и чтобы им жизнь малиной не казалась, цен специально увеличивают. А серьезно? Ну, серьезно, здесь достаточно много элитных застроек, плюс рядом находятся барвиха, горки и так далее. И из-за того, что люди все-таки с деньгами сюда приезжают, да, у них есть покупательская способность и цена как раз настроена под них. Да и потом, какая разница, высокая цена или низкая? Деньги нужно зарабатывать на свои желания. И не важно, сколько эти желания стоят. Здание разделено на несколько частей. Здесь можно найти разнообразные рестораны и даже отели. Причем отель стал одним из первых в городе. Место, где остановиться и передохнуть перед долгим маршрутом изучения городского округа. А Одинцовский вокзал сюда будет? Нет, Одинцовский вокзал очень сильно изменился. Еще до развития МКЦД вокзал поддерживал свое прошлое. Сегодня его реально преобразили. Появилась автомобильная эстакада на другую сторону железной дороги. Да и павильоны вокзала поменялись. Если честно, хотелось бы увидеть здание того самого первого вокзала, который некогда встречал Николая II. Но не судьба. То есть сюда можно добраться на электричке, автобусе и на своей машине? Ну да, так и есть. И в особенности, что за билетами стоять особо не нужно будет. Для покупки билетов на поезда, автобусы и электрички я использую сервис Туру. Поездку можно оплатить заранее и приобрести билеты. Ищите ссылку на сервис в описании к данному видео. Витя, чем вообще знаменит Одинцовский район и зачем сюда люди едут? Не, ну по Одинцовскому району мы покажем чуть-чуть попозже. Мы покажем много передач, потому что здесь достаточно много интересных вещей, достаточно много достопримечательностей. Вот, ну а вообще, чтобы понять в общем и целом, что такого вообще в Одинцовском районе, нужно в Краеведческий музей сходить. А мы туда пойдем? Ну, пойдем, я думаю. Сейчас дождь закончится и пойдем. Круто. Одинцовский Краеведческий музей был открыт в 1989 году на втором этаже бывшей конторы кирпичного завода. Владельцем этого завода до революции 1917 года был купец Якунчиков. Здание полностью построено из кирпича Якунчикова и было демонстративным вариантом заводской продукции. С момента создания музея первый этаж здания был передан предпринимателю в аренду, который обязался в финансовом участии для поддержки музея. Но развитие выставочного комплекса оказалось заморожено, и территория здания никак не облагораживалась. Только в 2013-2014 годах, когда здание вернулось из аренды в муниципальную собственность, здание было полностью реконструировано. Музей начал расцветать и развиваться. Территория вокруг стала облагораживаться, и все этажи здания были использованы для размещения экспозиции. Более время на кодеках кость мамонта, часть мамонта сводились. Сегодня выставочный комплекс разделен на четыре зала и уличные экспозиции. Первый зал посвящен истории до 19 века. Второй проливает свет на заповедные литературные места Одинцовского района. Третий посвящен подвигу советского народа в период Второй мировой войны. И четвертый участникам боевых действий в горячих точках в периоды позднего СССР и современной России. Вот что удивило, так это выставка военной техники под открытым небом. Коллекция скульптур и надгробия. Это абсолютно новая экспозиция, рассказывающая истории не только прошлой, но и современной России. Ну вот, кстати, скажу, многие говорят, зачем такое большое количество военной техники? Зачем вообще все вот эти военные музеи? Почему дети одеваются в военную форму? Ребят, все просто. Чтобы помнили. Чтобы помнили историю и не допускали этих ошибок. Подписывайтесь на наш канал, пишите комментарии, ставьте лайки. Мы показываем интересные, известные и неизвестные места в России, Мексике и прочих странах. Делитесь видео со своими друзьями, дабы не погружаться в загадочные и тайные места в одиночестве. Всем до встречи! Мы куда дальше по регионам поедем? Посмотрим. Вначале сейчас мы планируем поехать на ВДМК. А вообще, я думаю, наведаем сейф-парк Патриот в усадьбу Архангельска. Все-таки история в маленьком музее собрана не полностью. Есть еще больше истории в местах, где она рождалась. Давай сейчас бюрократию решим и поедем. А что за бюрократия? Опять проблемы что ли какие-то в госинстанциях? Да нет, просто электронная очередь. Ой, электронная очередь за бюрократия. Как уже это все надоело. Но на самом деле столько времени, сколько тратится на оформление каких-либо документов. Ну, я, если честно, считаю, что каждому человеку, который связан с бюрократией, уже давно пора зарплату платить. Может, наш президент подумает об этом? Ты сам-то в это веришь? Да нет, конечно, а хочется. Ну, мечтать всегда не вредно. Может быть, на ВДНХ съездим? Там сейчас большую выставку открыли Россия. Ну, а почему бы нет? Давай подберем время и поедем, посмотрим, что там есть. А как ты справишься? Я справлюсь. Ну, посмотрим. Если родишь, как в Мексике, я тебя не прощу. Ну, а вот честно, вот сейчас прошлись по городу Одинцова. В музее нашли достаточно много традиционных вещей. Но на вопрос, а где она, русская душа, или где вообще можно встретить сейчас, в современное время, эти старые русские традиции, ответа мы не получили даже от экскурсовода. Ну что, будем искать?